Рёв мотора, тёплое солнце и красавица Волга. В Самаре открылись небольшие прогулочные маршруты на теплоходах. Граждане поспешили воспользоваться возможностью. На борту необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и надевать маски. Эти меры безопасности сейчас необходимы, и туристов они не пугают. В минувшие выходные на экскурсии за Волгу отправились больше 200 человек. Из-за эпидемиологической ситуации туроператоры предсказывают повышенный спрос на внутренний туризм. Поэтому для самарских путешественников приготовили много альтернатив. В их число входят и теплоходные прогулки. Не стоит волноваться здесь и о безопасности. Например, выход такого судна на Волгу возможен только при условии, что на борту будет находиться не более 60 человек. Это 50% от общего количества мест. Самарская Лука, Голубое озеро, Царев Курган – направлений для отдыха в пределах региона немало. Для самарцев, у которых нет возможности путешествовать на машине или нет желания самим планировать поездку, Департамент туризма областного министерства культуры при поддержке правительства Самарской области запустил туристический проект «Поехали». Жители во время речных прогулок, пеших и автобусных экскурсий будут знакомить с достопримечательностями края, показывать культурные и природные богатства, а также открывать новые туристические маршруты. Например, круиз по реке Самарка, сопровождаемый подробным рассказом, наполненным интересными историческими фактами. Наша задача именно туристических компаний – показать не только то, что уже доступно и дать там, может быть, какие-то толчки новому развитию вот этих маршрутов, а то, что люди сами, например, не могут посмотреть. Вот как раз на это и рассчитана, еще раз повторяю, эта программа «Поехали» с большим комплексом вот таких вот направлений. Самое популярное направление речных мини-круизов сейчас – село Ширяево. Идти до него всего час, зато уже по пути открывается Волжское раздолье. Новинка этого сезона – тематические вечеринки на теплоходах для взрослых и малышей с разделением корабля на разные зоны и привлечением профессионального ведущего. Не теряют популярности и спокойные прогулки вдоль городского побережья. На дно из них побывали и мы, и остались довольны. Речная прогулка от 6-го причала до Барбошиной поляны заняла у нас два часа. Это масса впечатлений, бодрящие брызги волги и потрясающие самарские пейзажи. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова